начать запись все отлично здорово мазы сколько лет сколько зим не подстриженная борода тебе не идет бро элайс привет ну это разные мнения кому-то нравится кому-то нет меньше стала но все равно есть ну значит будем устранять эти самые как недочеты всякое бывает жизни я я лишь только я лишь только юзер ребята понеслась так там минуты еще так здесь все здесь не все ладно поехали итак у нас готова игра так все у них пошла трансляция а они прикольные work point чемпионшип сервис они прикольно сделали слушайте я также сделаю а чё это они не запускают а а прикиньте а мы еще и быстрее чем они будем играть все выключаем стрим ребят так что так можно попробовать юсб порты от отличная идея точно слушать при может быть эта проблема с этими бывает такой да помогает давайте сделаем уже после этой игры и я всех прям врат видеть я прям всех рад видеть и конечно я рад всех приветствовать ребят несмотря на то что вы в это воскресенье может быть не все на трансляции но тем не менее я наконец-то занимаюсь любимым делом это комментирую экспертные игры ребята у меня проблем опять учились со вторым монитором сейчас мне надо видеть эту самую ах ты маленькая дрянь ты посмотришь сегодня с этой самой удачного стрима ну спасибо спасибо большое а сам мальчик где ну как подождите что это вы хотите сказать что на стриме нет нихера ну-ка погоди вот теперь все есть на следующей неделе я хочу ну давай еще раз ах ты дрянь ты посмотри вот у сучка маленькая так а ну-ка погоди-ка сейчас мы вот так вот сделаем вот дает не работает второй монитор видимо какая-то у меня вообще беда не ваня точно слетели настройки игры какая-то графа размытая да ну бывает ну ладно давайте посмотрим так а потом все поменяем а графа знаете почему разбили размыты у меня до полторы тысячи битрейт вот так что давайте поменяем битрейт мне не будем чем менять короче смотрим так а потом будет видно я чат пока не читаю потому что будем делать ну и короче чё почему так происходит почему же на центр пошли пионеры против гренадёров а потому что потому что устали инженеры советского союза быть слабыми им надо на отдых вот как маза маза отдохнул и готов работать вот отдыхать надо отдыхать не работать да ребят это истина ну и подошел максим вот он свежо отдохнувший только из подразделения и сразу же видите как сразу же резко меняется игра гренадёры подавлены на центре конечно уровень комментаторства у меня сейчас будет хромать но это ничего вы же вы же терпите вы в конце концов фанаты пошел ты дядя петя нахер знаешь чё вот смотри эта сучка мне предлагает какую-то хрень что они мне впаривают а вот все раз два три вот смотрите как табличка не появилась в общем так ладно ребят надо собраться надо собраться мне пока тяжеловато что-то после отдыха сразу вот так вот прям идти работать воскресенье но я стараюсь и так напоминаю для тех кто сидит в бронетранспортере и далек от информации по нашей любимой игре у нас с вами идет warpoint championship series что это за странный набор слов это турнир который организовала компания разработчик в данном случае компания relic entertainment турнир который благодаря вашим покупкам окраски техники формирует призовой фонд призовой фонд дает открытие ну естественно по достижение определенного уровня дает открытие разных плюшек все это можно посмотреть зайдя в игру и где будет ссылка на новость так вот я сейчас пока не смотрел забыл посмотри тоже не успел посмотреть но там в общем интересные есть вещи то есть чем больше вы покупаете окраски для техники тем больше вы вкладываете в этот турнир ну и в общем все это будет развивать турнир то есть ну по сути это как помните называется crowdfinding то есть это сбора денег по типу игры дота для того чтобы проводить турнир и то есть призовые складываются из того что мы с вами покупаем честная система такую же использовали на лиге героев в общем есть свои плоды так что заходите естественно если есть желание в игровой магазин покупайте декали да то есть ну окраску для техники и увеличивайте призовой фонд открывайте маилстоуны которые которые вы можете прочитать в этом дают там то есть но по сути там типа будут еще там водится новые плюшки фишки так далее в общем не помню точно но давайте мы даже может быть с вами потом прочитаем посмотрим отдельно вот такие дела тут начало игры комментировать пока нечего единственное что игроки достаточно неплохие то есть играют так весело в задорно но конечно советский союз выглядит очень весь то есть очень хорошо советский союз пока контролирует контролирует карту контролирует передвижение врага и только ведь вот шальной отряд гренадеров играет так называемую рот его крысиную войну пытается дальние точки проблемы мг хороший фраг прекрасно посмотри как инженеры и забирают у нас отряд пионеров вермахта свой мг-42 который был выброшен но здесь естественно не хватит дэмэджа чтобы забрать пулемет мг-42 немецкий да он все таки отступил да но хороший уже хорошее давление показывает советские войска гренадеры плохой позиции у нас находится расчет пулемета максим штрафная зона подавления подавления подавлено но тут огнем можно быть отряд гренадеров около базы опасное положение сейчас у отряда советского союза сейчас пойдут у нас гренадер герна euro подствольная граната на максим максим отступил инженера отступили ну даже не за д-капеле точку близ базы максим забирает центр максим пошел на правый фланг и генадеры ушли и максим еще есть у У нас близ база противника. Также крысиная война отвечает за рог, захватывая левое топливо. Левое топливо не склоняется. Не женский рот. Нехер ломать наш великий и могучий русский язык. Хотя, конечно, можно было и выкатываться, но тем не менее. Суть это не меняет. ГРВ-34 минометная группа. А у меня, кстати, чат заработал. Ура. На 100 долларов хоть надонатили, я думаю, да. Хотя, конечно, шкала прогресса нам не помешает для того, чтобы подсматривать прогресс призового фонда турнира. Но, мне кажется, компания Relic не так серьезно подошла. А может быть, просто нет времени у ребят или нет сил. Медицина выдана на главной базе. Медсестры будут, используя зеленку, бинты и йод. Восстанавливать здоровье бойцам. Т-3 пошел. Т-2 продакшн, естественно, был депил готов. Т-3 продакшн. Сейчас надо вызывать Т-70 и отбивать вот эти раты вар по флангам. То есть, работать Т-70 по флангам, занимать больше ключевых точек. Естественно, при помощи пехотных единиц. Самоходная Цванцвахич. 2-2-2. Так называемый СДКФЗ. Это, естественно, Т-2 продакшн от Silver Surfer. И у нас пока Т-3 технологии нету на базе вермахта. Все временем. Проблема. Гренадеры. А, Максим-то отступил. Вот хорошо было бы, если он дострелял. Тут, в принципе, инженеры подошли, они бы не отдали тут Максим. Надо было рисковать. Надо было рисковать. Ну, не так рискованно отыгрывать сейчас ЗАРК. Хотя, налицо. Гренадеры сильно пробиты в штрафной зоне и также отступили. 2-2-2 отгоняют пехоту. Поразведывал, посмотрел. Ну, в общем, тоже подгонял чуть-чуть. ГРВ-34 в плохом положении. Видно, не хватает микроконтроля игроку The Silver Surfer. Ему надо вести вперед, давать разведочку. Тут, тем более, пионеры вермахта. Да, ну и вот, наконец-то, обнаруживается Максим. МГ-42 в деле. Максим отступил. Да, ничего здесь делать. Надо ремонтировать срочно 2-2-2 и занимать одновременно точку. Ну, он, конечно, пошел захватывать. Молодец. Да, что-то Silver Surfer не досматривает за картой. То есть такие очевидные ошибки. Гономат пошел следующим юнитом. Это очень интересно. Есть возможность заказать огнеметы. Да, заказывает сразу же огнеметы. Это значит, что вышел... А, Т-3 технологии сейчас не нужны для вызова огнемета. Интересно. Ну и надо медицину строить. Нет смысла сейчас вести этих гренадеров. Надо строить медицину. Надо ждать. Не хватает сейчас, по-видимому... Нет, все-таки хватает, да, на медицинский бункер. Надо вообще медицинский бункер ставить чем раньше, тем лучше. Вот такие дела. Ну, тем не менее, гономат не хочет показывать свой гономат без огнемета. То есть, видимо, такой эффект неожиданности готовит Silver Surfer. Ну, а игрок за рог планомерно, спокойно развивается. У него появился М17. Похвально. Отряд гвардейских частей. 2-2-2. Хорошо. 2-2-2. Расстрел. Расстрел. Как байтит на себя гвардейцев. Отступили гвардейцы. Секунда смерти подобной. Секунда промедления была смерти подобной. Был бы забран один отряд. Временем. Хорошо. Гономат въехал еще... Гономат въехал на отряд Максима. Тут же М17 в спину. В тыл. По задней броне. И гонок. Хороший выход. Ну, до конца. Прекрасный фраг оформляет себе бронетранспортер М17. Ну, и тут еще до кучи ЛМГ. Будут подавлены. Да, уже подавлены. И надо их забирать. Надо близко не подходить. Иначе 2-2-2 приедет. Тут еще пака противотанкового нет. Гренадеры в штрафной зоне. Тут еще по гренадерам можно пострелять бойцам. Тем временем... Ага. Гренадеры-то отступили. Нехер там ходить, говорит советские ребята. Ну, прикинь, надо там ходить. Очень опасно вместе сейчас Синдерсуэп. И поставил отряд генадеров. Инженеры. Хорошо. ЛМГ. А вот они попались. А почему выходим-то? Почему мы так ходим? Второй фраг оформляет себе зарок. Двабл килл. Прекрасный дабл. 2-2-2. Смотрите. 2-2-2 просто на рейджи едет для того, чтобы отомстить этому нахалу. Но вот проблема, что сейчас М17 и 2-2-2-2-то заберет. 2-2-2 просто на мыло. Куда ты едешь, кися? Кися, не надо! Кися, куда ты прешь? Да. Вот это ошибка, которая может стоить игры сейчас. Трипл фраг оформляет себе из ЗСУ. 3 юнита потеряно у вермахта. 2 гренадера, пионеры МГ-42, ГРВ-34. Ну и пак противотанковый. Кому это нахер все надо? К Советскому Союзу. Надо сейчас всю карту забирать по топливу. Строй Т4. Катюша, привет, парень. Это я, артиллерист. Советский артиллерист. Т70. Попадание, не попадание. И надо отступать. Ну куда ты, зачем так? Смотри, смотри, смотри. Смотри, как на тонко. Вот он играет. Т70, наконец-то врывается. ДИЦ! Просто ваншот, ванкилл. Прекрасный. Ультракилл, да? И вот если говорить киберспортивным языком. 4 фрага сделала техника игрока Зара. Из них 3 фрага М17. И Т70 делает 4 фраг. Лимит катастрофический падает сейчас. Усиливает Серфер. Он заказывает пандергренадеров, которые ему ни в хвост, ни в гриву. И проблема у МГ-42. МГ-42 в этом здании сейчас. Т70 доломает здание близбазы противника. Надо ввести туда пак противотанковый. Но пак противотанковый немножечко заблудился. Ему, видимо, дали приказ идти не туда. Он не поймает М17. Подавленный гренадер. Гренадер в опасном положении. МГ-42. Т70 до конца, до конца, до конца, до конца. Ехать прекрасно. Там тем временем у гренадеров проблемы. Гренадеры в красном подавленном состоянии. И отступили. Нечем забрать их пока. ГРВ-34 с паком противотанковым подходит на позиции врага. Т70 чего-то боится, чего непонятно. Надо заезжать на базу. Хорошая демочка у пандергренадеров. Пандергренадера проблемы. И еще хорошее пробитие. Сейчас можно будет забирать этот фраг. Здесь ничего нету. И неужели? Где противотанковое оружие пак? Где оно? Все. До свидуси. Почему без прикрытия? Валера, какого хера ты ездишь без прикрытия? Минус фраг. И, похоже, немецкая армия разбита организованными советскими частями. Да, ребята, это просто... Это провал. Сейчас командование немецкой ставки докладывает о огромных потерях. Потери завалили просто немецкую ставку полностью. И это значит, что заветные слова GG скоро появятся у нас на экране. Советский Союз переиграл. Командование вермахта. И таким образом игрок за рог выигрывает это противостояние. Да. Нельзя, ребята, терять... Нельзя терять отряда. Нельзя терять. Даже когда есть только маленький намек, всегда доков КТ вам в помощь. Ну и противотанковое оружие ПАК-40 без прикрытия. Одно оставлять нельзя. Когда у противника, конечно, численный перевес. Это беда. Это беда. Я правильно смотрю? Рандом один на один. Чебурек? Нет. Мы смотрим Warpoint Championship Series. Мы будем... Мы не смотрим фуфло. Мы смотрим серьезные мероприятия. Спасибо Васе, который нам скидывает ссылку на сетку-барсетку. ГГВП. Ну, откровенно говоря, слабенький игрок The Silver Surfer. Но я надеюсь, он сделает правильные выводы из этой игры. Он будет отсматривать свои ошибки. И таким образом, может быть, даже у него что-то и получится. Да. Ну, имеется в виду, получится у него сделать правильные выводы. И в следующий раз он не будет так жестоко ошибаться. У меня полторы тысячи битрейта. Так что это чернирная игра. Сейчас мы повысим качество трансляции. И будет у нас все прекрасно. Я, видимо, да, действительно наизменял эту самую... Забыл изменить параметры. Миграфон. Ой, да, что-то у меня тут вообще фигня какая-то стоит. Сглаживание давайте низко поставим. Выше, выше, выше. Высоко, высоко. Включить, включить. Максимум. Так, все, хорошо. Тем временем, ребят, переключимся с вами на сцену. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я надеюсь, сейчас будет получше чуть-чуть. Где джофф? Где-то есть. Где-то джофф. Где-то будет. Там на самом деле есть... Давайте я вам сейчас включу игру. Мы сейчас посмотрим с вами, ознакомимся с турниром. Пока включим англоязычный стрим. Посмотрим, что ребята показывают. Будем с ними синхронно сегодня работать. Я сильно не выделяю каких-то игроков. И джи-дот против Сольджатор. Сольджатор. Так вот, World War Championship Series и у нас Леон Морд. Открывается браузер, который мы с вами пока не посмотрим. Ладно, в следующий раз. В общем, видите, заходите в игру, можете всю информацию, в принципе, по касаве посмотреть. И более того, эта информация доступна вам, имея клиент игры, либо посыл. А я пока решил, я думаю, что надо поменять битрейт. Я думаю, что надо поменять битрейт. Сделать кодирование 2 рубля. Я думаю, что так будет правильно. Да? Как вы считаете? Папапам-пам-пам-пам-пам. Так-так-так-так-так-так. Я думаю, что так будет правильно. Давайте одну игру попробуем посмотреть пока с такими настройками. Ну, а если что, сделаем стоп-старт на следующую и так далее. Ну, а если вы смотрите на запись, ребята, включайте следующий видос. Продолжение следует... Продолжение следует...